всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу сделать расклад для вас который предложила буквально сегодня ирина воробьёва в одном из комментариев в разделе сообщества рассказ как раз таки очень созвучен моему настроению поэтому я его и выбрала я всегда выбираю расклады в соответствии с настроем потому что ну для меня это важно я работаю с энергиями достаточно эмоциональный человек вот поэтому мне важно находиться в нужном состоянии в унисон той тематике которую я делаю расклад прежде чем начну поблагодарю вас сразу за донаты мне всегда приятно получать от вас денежные благодарности к сожалению я не могу озвучивать имена потому что вы по известным вам причинам не оставляете хорошо три позиции 1 2 3 голубенький красненький зелененький камешек тема расклада если бы я была ведьмы колдуньей ведуньей волшебницы и так далее то какой бы я была то есть сегодня у нас такой расклад достаточно озорной девчачий веселый надеюсь в нем не будет ничего такого грустного и серьезного работать я почему-то захотела сегодня на традиционной уэйтовской колоде классики вот у меня закончилось обучение и я сразу села писать расклад достаточно поздно вот темной ночью когда люди уже все спят но что поделаешь и так сейчас я перетасую колоду я ее использую исключительно для обучения всегда карта прям просится в бой поэтому хорошенько ее перетасуем посмотрим какой бы вы были магичкой колдуньей ведуньей волшебницы если вы были так отодвигаем эти позиции позиции номер один голубенький камешек приступаем какой бы вы колдуньей были если бы ну во первых сразу земной королева педакли выпадает занимались бы наверно деревенской магии на возможно как-то с растениями целительство до возможно через прям сказать как профессия как ветеринар вот но если в контексте ведьмовства и волшебства да здесь во первых вы бы возможно использовали тотемных животных до возможно даже и шаманизм мне так кажется вот что еще можно будет по стихии земли сказать денежная магия да тоже могла бы проходить заклинание всевозможные все что есть структура написание да это тоже проходит вот но если все-таки отойти от этой тематики сделать ее более такой веселой что ли то какой бы вы были ну во-первых колдунь и которые получают от этого удовольствие да то есть вы не делаете не делали бы это ради денег а вот именно сам процесс он бы вызывал у вас внутреннее удовлетворение то есть все что вы бы делали вы делали потому что вы это хотите да потому что вам это приносит удовольствие вы были бы такой знаете немножко фантазеркой да хотя присутствует королева педакли достаточно такая земная структурная фигура то здесь все равно вы знаете какие-то вы представляли себе сначала эти ритуалы как их проводить проводить да вот чтобы я говорила чтобы я хотела да вот прям такая мечтательная натура мне здесь почему-то показывает описывается характер да вот либо настроение нежели какой-то поведенческой что ли что-то хорошо еще какой бы вы были но хитренькой хитренькой знаете вы бы придумывали ну так интересно здесь вообще вышли почти все стихии но за исключением огня на может быть еще вытащу вот вы бы придумали какие-то знаете вот мне почему-то как это называется симарон по моему да если я не ошибаюсь ритуалы такие как-то заклинание но с юмором она типа красных трусов на люстре и все такое вот здесь что-то вот такое знаете схитрецой здесь у меня выпадает императоры восьмерка мечей немножко знаете как-то у меня такое ощущение что вы бы себя как-то вот ограничивали что ли то есть у вас меня еще такое ощущение что способностей намного больше но где-то в своей голове вы выстраиваете какие-то вот ограничения до связанные с чем хочется сразу спросить но здесь как-то знаете с интеллектом до всего прям подается какому-то рациональному объяснению все вот так вот продумано да все логично структурно ну правильно на же королева педакли выпадает да вот легкости какой-то знаете вот не хватает прям такая вот сфокусированная достаточно энергия для целенаправленная до для создания но я не знаю возможно в ритуале того что вы хотели бы легкости вот мне не хватает какой-то есть такое ощущение что да вот заклинание кто-то пишет а то есть словесная работа идет рациональная очень хорошо да еще есть структура да то есть понимание того что я хочу как я хочу может быть придумывали бы свои ритуалы да то есть как вы делать то есть не не по каким-то традиционным правилам да а вот приносили бы свою какую-то лепту да что-то бы от себя добавляли ну давайте еще спрошу немножко чем бы вам нравилось заниматься вот так ну вам нравилось бы изначально да я сказала что деньги для вас не важны а важен настроение на удовольствие но здесь вы знаете здесь как будто бы вам бы нравилось заниматься тем где вы могли бы как-то самоутвердиться да вот получить внутреннее удовлетворение признание что ли некая своего опыта да то есть причем не от кого-то даже от самих себя то есть вот знаете здесь такое ощущение что вот я сама сделала сама придумала сама сделала вот я получаю удовольствие кто молодец я молодец бы то есть я придумала то чего в допустим нету либо какая-то вот оригинальная такая форма вот причем знаете как-то на движение до какой-то рост продвижения ощущение внутреннего удовлетворения вот присутствует все равно ощущение некой такой власти до некого такого контроля над ситуацией насколько это вообще возможно ну хорошо вот такая вот была позиция да не буду раскладывать здесь что-то дополнительно все-таки такой настрой веселенький хорошо идем дальше позиция номер а два красненький камешек я так понимаю у нас не будет большой расклад маленький но не важно если бы вы были ведьмой да то какой волшебницы так но здесь у меня проходит сразу четыре сразу знаете так это вижу как это профессиональное направление целители да здесь вот прям энергопрактики психологи что еще здесь может быть иглоукалывание там рейки массажисты вот ну правда это не не колдуны да и не ведьмы ну вот здесь все равно что-то такое причем маркан мага данном напрямую говорит о том что любая любая стихия вам подвластно главное чтобы это было знаете вот не торопились вы до чтобы это было было как-то умеренно постепенно и здесь очень важно если бы вы были колдуньи вот ваше внутреннее состояние да именно настрой почему потому что есть такое ощущение что все время есть какие-то сомнения все время есть какая-то вот неуверенность да либо в своей с одной стороны у нас выпадает маг который говорит да я знаю как я умею все такое а с другой стороны у нас двойка мечей говорит о некой такой о неких сомнениях внутренних да то есть вот как будто бы я не могу примириться с тем что либо я способна либо что у меня получится здесь качели да вот какие-то вот периодически к это вот неустойчивые поэтому игру здесь очень важно было бы вам словить волну вот если вы вы словили волну нужного состояния то все бы получилось очень хорошо интересно вот почему такая неуверенность сомнения здесь как-то промедление какое-то да вот что правом по умеренности вот все так медленно какие-то процессы у меня такой еще не знаете как самогон гонишь да вот как-то такие процессы брожения должны пройти да и они вот идут вроде бы медленно то есть мы всему свое время да здесь не проторопиться четверку мечей меня тоже говорит про то что да надо отдохнуть да то есть не торопиться семерка педакли говорит все должно быть медленно да здесь еще и не совсем понятно куда направлять и свою энергию энергия то есть вроде бы потенциал есть вот каких результатов здесь скорее всего сомнения по поводу результата будут происходить да не самого процесса именно результата почему у вас здесь сомнения ну как-то вот знаете договориться как будто бы сами собой не можете в чем сложность осторожничаете очень знаете здесь как будто бы такое ощущение что не то чтобы завитое какая-то колдунья а но ощущение новичка что ли практика которой знаете еще так этот напоминает ярлаш обычно были такие знаете какие-то здесь которые проводят значит в школе химические какие-то процессы не слил но не соединил то что нужно одно с другим и сразу произошел какой-то взрыв да и так волосы торчат куда попало лицо испачкано вот здесь вот что-то такое у меня происходит то есть знаете как-то так осторожненько осторожненько вдруг я где-то ну сделаю что-то не так да а вдруг где-то я ошибу здесь почему-то ну здесь вопрос самооценкой связан то есть если вы были колдунью вы были бы не уверены да ну либо таким знаете человеком который только начинает очень много сомнений непонимания не знаю как это работает до либо обучение самостоятельно и без наставника вот а но при этом потенциал есть на потенциал есть но вы такая знаете вот аккуратненько так аккуратненько чтобы не ошибиться но здесь энергии такие сбалансированные потому что вышли в принципе абсолютно все стихии вот я говорю здесь много знаете как будто бы упор на какое-то прошлое до либо как-то ошибки прошлого до что-то такое если вы уже занимать мне такое ощущение что что-то где-то в прошлом где-то не получилось возможно да накосячили вот у вас такой такой хороший опыт остался и поэтому вы всегда осторожничай но в принципе это не неплохо с одной стороны да особенно если мы подготавливаем какие-то ритуалы да не вот то есть вы так достаточно тщательно подходите к этому делу но с другой стороны когда мы говорим непосредственно о самом процессе здесь нужно прямо железно-бетонная такая уверенность уверенность в победу не вот что в принципе пока я не вижу чтобы такое было здесь вот верой не как будто бы не хватает как самого себя так и в результат потому что здесь вообще еще и непонятно надо ли мне этим заниматься или нет да вот неуверенно сказал неуверенность здесь вот как будто бы знаете боитесь критики что ли осуждение даже еще здесь есть так что а вдруг я наврежу своей как-то душой но душе то есть тоже чем я занимаюсь это не поведет как-то то есть я здесь знаете здесь у вас когда есть такая неуверенность вот магия уверенности концентрация сила воли они очень важны здесь помогу присутствует вот здесь обычно когда нет уверенность лучше в это дело не лезть на найти себе хорошего как минимум для начала наставника чтобы но правильно обучаться почему потому что результаты можете не получать не из-за того что вы что-то неправильно делаете а из-за того что вы находитесь в сомнениях то есть своими собственными сомнениями вы можете сами себе навредить да то есть не получить желаемого результата не вода здесь принципе такое знаете страх не не подальше от меня я лучше буду чем-то традиционном ну например психологии то есть магия здесь не не про меня здесь вот вы боитесь здесь страх а знаете почему страх потому что у вас потенциал есть большой поэтому вы боитесь если бы не было потенциала вы бы не боялись внутри себя вы как будто вы знаете ощущаете свои способности вот и но не даете им волю но окей такая знаете здесь трусливая такая не то чтобы труслива как бы так сказать ведьма начинающая в контексте давайте погадаем на суженого ряженого до соберемся вечером вот в темной комнате будем свечки зажигает дай что-то там году гадать вот как получится на что-то такое вот попробуй да то есть я я я я не съем но я над кушу до чтобы попробовать хорошо позиция номер три зелененький камешек если бы вы были ведьмы у здесь такая энергетика здесь такая мощная ведьма такая чародейка прям очень очень сексуально прям какая-то вот волкирия что ли амазонка классная энергетика да но очень прям может быть сексуальной магии работаете может быть защитная магия здесь тоже может проходить хорошо если бы вы были поле знаете вот иногда говорят о том что расклад например там двухлетней давности либо годовой и вот он совпадает на самом деле вот более информационного него нету времени это его может считывать как угодно почему я вам про это говорю потому что выпал аркан справедливости да но троек всегда выпадает справедливость потому что люди достаточно такие строгие понимающие законы то здесь вот здесь бы у меня шли опытные такие ведьмы и бы сказала даже ведьмаки колдуньи которые четко понимают и не случайно я сказала защитная магия да то есть боевая магия вот здесь может быть что-то связанное даже с рунами вот но здесь вот как-то знаете справедливо именно по справедливости поэтому я и сказал амазонки потому что энергия она такая огненная и в то же время справедливая но беспощадная какая-то вот жесткая до умеющая на самом деле справедливость это достаточно такое жесткое качество выравнивание потому что жесткость заключается в том что ей подлежат абсолютно все то есть нету здесь такого здесь я жалюсь потому что это ребенок либо здесь я жалюсь потому что это старец либо еще что-то нет то есть если должен прилететь бумеранг да он прилетит и неважно в каком состоянии вы в этот момент там находитесь вот отсюда такая вот некая жесткость здесь больше мужские энергии конечно хотя вы женщина поэтому я сказала ведьмак да я не сказала ведьма я именно сказала ведьма здесь достаточно все структурно четко понятно здесь все что связано с изобилием знаете как как некий надзиратель что ли этот сейчас я скажу правда это мужская фигура как робин гуда забираем у плохих отдаем хорошим да как этот в коммунизме забираем у богатых отдаем бедным вот забавная вообще идея но здесь вот что-то такое еще ну и башня ну что сказать да то что как обычно мне появляется у троечек да не зря я сказала справедливости башня строим рушим строим рушим скорее всего рушим потом строим здесь а очищение да вот чистки и вы занимаетесь чистками причем чистки такие достаточно жесткие но справедливые то есть это не то чтобы вы работали где-нибудь там на кладбищах там либо отливки нет здесь какая-то вот чистки наверное как у моего мастера который работает с тонкими телами либо что-то здесь вот что-то связано с ножом с кровью может быть тоже да я надеюсь я вас не пугаю какой какой вопрос такой ответ вот с огнем вот огонь но здесь не не свечная магия нет здесь вот чистки и улыбаясь как банщик да то есть зашел крапивой прям с венечком почистил дух божий а потом на холода на снега вышел и как новенький вот что-то здесь мне вот такое сюда причем крапива именно веник с крапивой не знаю почему знаете чтоб обжигала хорошо какая какая еще вы тут ну 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 что сказать все мужские арканы колесничий отшельник и посередине ту же слов ну ты говорю достаточно сексуальные здесь знаете сексуально не в контексте там любовная магия приворота и все такое нет а наоборот в контексте чистки вот не идет боевая магия понимаете идет боевая магия идут вот эти вот руны став и причем ну потому что это вот мужская энергия а тем более колесничий до военной каким бы еще но вот ведьмак по отшельнику который ведет уединенный образ жизни который постоянно как-то знаете вот углубляется в себя понимать здесь у меня идет очищение какой-то вот катарсис но если бы это не было магии я бы сказала знаете вот проповедник какой-то да поп может быть то которым приходится причащение за исповедью вот что то здесь такое но здесь маги здесь вообще не женская плюс ко всему тушь жезла на то есть огонь такая знаете сексуальная магия но как я уже говорила не в плане приворотов а знаете вот здесь призывы какие-то призывы общению с духами обычно медиумизм проходит больше по умеренности где у нас было по второй позиции я забыла это звучит но вот здесь вот почему-то мне вот знаете призывы какие-то каких-то конкретных таких сил но например там с богами с богом войны арисом да либо здесь у меня мифология проходит да поэтому здесь какое-то язычество и призыв очень сильных таких духов действительно сильных работа да то есть с духами что еще то еще здесь какой ну вот солнышко ну да и звезда все великие арканы выбрали вы здесь мощные такой практике если вы еще не практик то шутка шутками но потенциал у вас на это есть если бы вас это интересовало да имейте ввиду с потоками потоками энергетическими да то есть солнце и и звезда на здесь знаете я даже не знаю это не колдовство скорее всего а здесь работа с потоками не стоя сказал изначально работа с тонкими телами да то есть здесь как-то работа с космосом по солнцу здесь про эго то есть вот очищение именно такое знаете вот хочется сказать хотя это может быть для кого-то прям совсем малый процесс дата здесь вот работа с нижним астралом именно с демонами но именно в подчинении да то есть когда вы уже такой мастер продвинутый да и можете призывать но я бы не сказала сильных таких до демонов но в любом случае вот что-то такое мелкое но то что они мог бы вам подчиниться для работы над здесь теневые аспекты какие-то до работа с тенями на для проработки своего эго а если все-таки не брать колдовство магию да а взять вот профессиональные да какие-то сферы то здесь вот те люди которые куда-то ведут да вот как лидеры лидерские какие-то качества здесь у вас явно проявлены как найти вот не то чтобы к просвещению да здесь хотя здесь религиозные у меня тоже проходят а какие-то мастера ну то есть которые могут делать проводить какие-то ретриты но не по медитации а вот например побуждению кундалини да то есть работа силами работа может быть там не знают цигун практики энергетические но огненной да то есть с энергией ци здесь такое хорошо как человек вот хочется просто посмотреть но решительные как человек я смеюсь одни великие арканы как какой человек выпадает туз мечей и аркан смерти какой человек ну человек который постоянно проходит какие-то трансформации человек который ведет вот на грани жизни и смерть кстати вот по аркану смерти да здесь может быть напрямую то что вот я говорила кто-то работает с синевыми аспектами да вот именно как каким-то образом со смертью дату ну то есть если бы это была профессия реаниматор да например либо там я не знаю а профессия кстати пластический хирург каким образом это какое отношение имеет к смерти прямое это связано с красотой да это связано с перерождением вот ну как человек такой достаточно уверенный в себе острый на язык до человек правдолюб вот ну в принципе в вашем если мы говорим как колдовство дата это вот прям так нужно вот сказал как отрезал здесь энергетика очень мощная и мне сначала хотелось сказать что вот она какая-то холодная но нет я не могу сказать здесь просто она мощная здесь нету то есть она и не холодная не горячая такая знаете достаточно сконцентрирование ощущение что здесь люди прокачаны очень сильно сами по себе прежде чем начинает работать с другими вот как то так третья позиция к сожалению больше камешков нет иначе бы я сделала еще две позиции было бы здорово вот но поскольку уже ночью расклад должен выйти утром вот поэтому я не стала делать большой расклад чтобы он успел загрузиться не знаю жду ваших комментариев благодарю ирину за идея не знаю это ли она хотела услышать или нет но вот что карты сказали то я это ответил а я с вами прощаюсь на днях напишу не не на днях а завтра да завтра прям или вы сегодня я уже когда вы смотрите да надо будет написать не пропустите в разделе сообщества анонс о прямом эфире который выйдет уже в четверг там какой-то пятое что и какое число дает вам скорее всего шестого да ну и не пропустите в общем анонс и мы поговорим с вами на прямом эфире отвечу вам на все интересующие вас вопросы а я с вами прощаюсь пока пока